Девятого ноября Волгоградский ротор сыграл заключительный поединок на домашней арене в текущем году. Наша команда принимала соседа по турнирной таблице коллектив «Кубань Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края. После ряда невзрачных игр и небольших перемен в тренерском штабе клуба «Сине-Голубым» необходимо было побеждать. К тому же отрыва дуэта лидеров черноморца и чайки вполне внушительный. Отыграть 8 очков довольно сложно, но при грамотном подходе возможно все, и к этому надо стремиться. Видимо, скованность и некая нервозность не позволила как хозяевам, так и гостям показать в первой половине свои лучшие качества игры. Моменты, конечно, были, но назвать их реально голевыми можно разве что с большой натяжкой. Команды в прямом смысле слова завелись во второй половине встречи. Ротор пошел вперед. Гости, поняв, что хозяева не так страшны, тоже стали прицельно обстреливать наши ворота и не раз были близки к успеху, но подвела точность в завершении атак. Вагоградцы также могли забить, причем атаки нашей команды были намного опаснее, о чем говорят два попадания в стойки ворот. Развязка наступила на 88-м минуте, когда вышедший ранее на замену Резван Умаров сумел головой отправить мяч в сетку стаканчиков и тем самым взорвал немногочисленную волгоградскую торсиду радостным ликованием. 1-0 тяжелейшая, но такая нужная победа хозяев поля. В первом тайме мы больше мячом владели, но острее был соперник. В перерыве пообщались с ребятами, что надо немножко по-другому действовать. В атаке агрессивнее, больше действовать вертикально, обострять игру. Я считаю, что во втором тайме мы наиграли больше, чем на гол. Забили один, но этого хватило. Самое важное перед игрой, я тоже говорила с игроками, что первая задача – это на ноль сыграть. В турнирной таблице первой группы второй лиги Ротер по-прежнему занимает третье место, имея в активе 34 очка. От лидирующего черноморца его отделяют 8 баллов и на 5 очков в сине-голубые отстают от занимающей вторую строчку чайки. Следующий и заключительный матч в осенней части сезона 2022-2023 команда Алексея Скукалова сыграет 13 ноября во Владикавказе против Алании 2, которая уступила в первом круге на родном стадионе со счетом 0-1. Ждем убедительный реванш. Валентина Конышева, телеканал «Волгоград-1».